Близнецы, всем привет! Меня зовут Анна Карпеева, и это прогноз на июнь месяц для вас. Я вас поздравляю с днем рождения! У вас день рождения, и вы будете его праздновать. И поэтому, вы знаете, есть такая традиция, что как ты день рождения первые 7 дней проведешь, в принципе, такой у тебя будет год. На самом деле, все предрешено, можете этим как бы заниматься, но мне кажется, что лучше каждый день проводить так, как будто у тебя день рождения, получать подарки. Итак, у вас запускается ваш солярный Новый год, и этот период очень эгоцентричный, ведь когда у тебя день рождения, тебе кажется, что все должны, ну ты такой особенный, ты такой классный, все в твоей жизни, вообще все тебе должны, поэтому это энергия, источник энергии в гороскопе. Если вы там последний месяц ощущали упадок сил, то сейчас отговорок уже никаких не может быть, потому что ваше солнце вернулось в свое натальное положение, и планируют там вот, в общем-то, зарядить вас солнечной энергией. Это прекрасное время для того, чтобы произвести впечатление на окружающих, потому что в этот период вы особенно обаятелен и привлекательный человек. Но будьте осторожны, потому что солнце эгоцентричная планета, и она как бы хочет только внимания на себя. Вы можете быть поглощены только собственными заботами, никто вас больше не интересует, только вы и ваша личность. Прекрасно. Позвольте себе в течение июня запишитесь на массаж, наслаждайтесь общением, коммуникацией с другими людьми. У вас будет очень большая потребность выразить себя. И круто каждый месяц, каждый год, когда солнце возвращается в свое натальное положение, вы можете, допустим, подумать о своем предназначении и цели ставить. Действительно, это очень важно делать именно в свой день рождения. Особенно в этот, потому что Венера, планета любви и денег тоже заходят к вам в первый дом. Это означает, что вы будете няшкой, красивой, симпатичной, и все вас будут любить. Это период, когда вы будете очень привлекательны. Это классный период для того, чтобы ходить к косметологам, для того, чтобы покупать себе вещи. Он будет очень успешный, потому что вы будете носить эти вещи, и вы будете выглядеть красиво. Поэтому вперед, если вы планируете для себя сделать подарки, самое время это сделать. И еще очень классно, когда Венера находится в первом доме, мы можем себя проявлять не агрессивно. Мы очень такие, знаете, неконфликтные. Мы такие все, то есть, peace, любовь. И знаете, когда вот ты такой всем говоришь, да ладно, ну чего вы там, ведь все классно, все прекрасно. Просто у вас такой период сейчас будет в июне, и используйте его, пока вы будете в такой гармонии, в балансе. Вы склонны идти на компромисс, вы не хотите ни с кем соревноваться, вы теплые, социально дружелюбные, благоприятные существа. Если вам захочется уйти от работы и как-то поразвлекаться, это следует сделать, потому что период действительно благоприятствует тому, чтобы вы хорошо повеселились. Ну, в общем, период Венеры в первом доме вы можете быть очень привлекательны для противоположного пола, привлекательной или привлекательным, и вследствие чего у вас могут завязаться романтические отношения. Поэтому, если вы одинокий близнец, самое время пользоваться своим шармом и возбуждать поклонников. Следующий период, следующий транзит не очень благоприятный, и у вас может появиться в течение июня такое ощущение, что вас не ценят, что вас вообще не до конца оценили. Также вы можете, такой период может быть самоотречение, разочарование в вашей жизни. Можете думать, что вы стоите намного больше, что вы остаетесь в тени. И если вы захотите как-то себя проявить во время этого транзита, то это будет больше как самоутвердиться, знаете. То есть и вследствие вы можете произвести не очень хорошее впечатление на людей. Также будьте осторожны, есть вероятность того, чтобы приболеть немножко. Это болезни психосоматики, когда Марс идет по 12 дому, когда вы можете очень резко на что-то отреагировать или воспринять, в общем, и вам кажется, что никто не отреагировал, и вас ранили. И самое лучшее время, конечно же, обратиться к астрологу или психологу. И для того, чтобы вот эту вот энергию свою в подсознание направить на то, чтобы вот этот ребус бессознательного распутать для себя. Также прошлые модели поведения, которые стали в вашей жизни таким бессознательным, становятся активными и могут вырваться наружу. 12 дом – это дом тайных врагов, и всегда самый тайный враг для человека – это он сам. И это то бессознательное, с которым мы с вами всегда живем и принимаем какие-то решения, исходя из своего прошлого. Близнецы, для вас такой вот совет, прекрасное время для того, чтобы столкнуться с самим собой и разобраться. То есть и понять, что из тайных врагов нет никаких тайных врагов, есть только ваше вот это отношение к миру. Единственный способ излечиться в течение июня – это полностью осознать себя и эти свои какие-то саморазрушительные действия, которые вы делаете, эмоционально, возможно, как-то реагируя на что-либо, то, что вас окружает в жизни, какие-то мелочные обидки, то же самое время, чтобы их вытащить, ну и не то, чтобы забыть, но пройти как бы дальше. Вот, и здесь время не конфронтации с другими людьми, а время для столкновения с самим собой. Также это очень классное время, когда вы можете поработать в одиночестве со своим бессознательным, либо же опять-таки обратиться к психологу или к торологу, астрологу, кому угодно. Классное время для тех людей, которые любят активничать, там, допустим, уезжать в путешествие одному, и когда вы один куда-то отправляетесь или идете гулять, классное время. И следующий момент, Юпитер, планета расширения, планета взаимоотношений, кстати, и партнерства, и бизнес-партнерства, переходит в ваш первый дом, будет находиться там в течение всего года. Это Юпитер, и Юпитер будет давать вам возможность новых социальных взлетов, для того, чтобы вы проявили себя в социуме, стали важным таким человеком. Также это начало большого цикла роста в вашей жизни. Начинается именно с июня, и именно в ваш день рождения. Поэтому в течение всего года вам нужно будет уделить большое внимание саморазвитию, ощущению себя в этом мире. И действительно, вот этот Марс, который у вас будет ходить по 12 дому, на вас нападая, на ваше бессознательное, мы же не можем идти вперед, идти в будущее, если мы зависаем в прошлом. Поэтому такой вот июнь-месяц, подведение итогов в прошлое, обидки, все, до свидания, идем в будущее, цели, планы и погнали. Вот, это время для обучения, получения нового опыта. У вас может быть потребность в вашем росте. Сейчас к вам могут потянуться люди, ресурсы. Все те, которые могут принести вам пользу. То есть вселенная к вам благоприятствует и дает вам новые возможности. Постарайтесь их не пропустить и расширить масштабы своей деятельности. Это был прогноз для близнецов на июнь месяц. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте лайки. Всем пока!